Сегодняшний визит в Tokyo Motors мы посвятили сравнительной характеристике двух автомобилей, которые не имеют аналогов. Кто-то может сказать, что, допустим, у Subaru Impreza есть аналог полноприводный BMW с трешечкой X-Drive. Вот наши коллеги, драйверы, из программы Top Gear, недавно так ее раздрайвили, что как бы и следа-то мокрова не осталась. За моей спиной Subaru Legacy, двухлитровая. Этот автомобиль как бы тоже не имеет о себе аналогов. Потому что этот автомобиль сегмента D. Но в сегменте D полноприводников не так уж и много. Ну почему еще Subaru Impreza, допустим, не имеет аналогов? Потому что здесь в Tokyo Motors есть турбовые варианты. Мало вам VRX, вам привезут VRX STI. Кто-то может сказать, ну давайте с Mitsubishi Evo сравним. Давайте сравним, в конце концов, чем нас еще радует Tokyo Motors, официальный представитель Subaru. Это огромный ассортимент. Такого количества Subaru с таким количеством двигателей нету в большинстве автомобильных салонов. И по этим показателям Tokyo Motors может смело ходить в тройку лидеров. Мы вернемся к техническим характеристикам. Что же мы можем пойметь? От двухлитровых двигателей, установленных в Subaru Impreza и в Subaru Legacy. Ну, прежде всего. Это поразительная литровая мощность. Обскакать в Subaru умудрилось только Honda. Но дело в спортивные двухлитровые двигатели с 200 лошадиными силами. Что у нас под капотом Subaru II-литровых? В варианте Sempreza это 160 лошадиных сил. В варианте Legacy это 165 лошадиных сил. Ну и что? Мы можем еще получить от оппозитного движка. Благодаря небольшим размерам он легко укладывается в капотное пространство и создает замечательную развесовку. Ну и что вас приятно удивит, когда вы заглянете под капот Subaru? Subaru. И что вас приятно поразит. На протяжении первой тысячи километров пробега это специфический запах вашей Subaru. Откуда он берется? Все очень просто. Двигатель обработан антиоксидантом, который испаряется на протяжении этого периода. И это говорит о высоком качестве и отношении персонала к вот этим движкам. Кто-то из вас скажет, что нелогично сравнивать два автомобиля разных классов вообще. И что касается интерьера в частности. Но мы все-таки попробуем. Итак, Subaru Legacy. Мы бы его сравнили с деловым костюмом. Очень дорогим, ладно скроенным, без намека на вычувность, но из очень хороших материалов. А разная степень роскоши от Subaru – это варианты комплектации кокпита от строгой стильной механки до кожаного салона и хрома в варианте автомат. Ну, а интерьер Impreza – это воплощение спортивности. Вот только кто вам сказал, что спортивный костюм не может быть дорогим. По-моему, Impreza – это яркий пример дорогого, ладно скроенного спортивного костюма. Здесь полное ощущение спорта и даже запах спорта. Только это не запах пота, это запах хорошего дезодоранта. Ну и небезынтересный вопрос – для кого эти автомобили? Subaru Legacy. По нашему мнению, это автомобиль человека состоявшегося, достаточно респектабельного, при этом любящего спорт и не бросающего деньги на ветер. Ну, сами подумайте. Машина с двухлитровым двигателем и с коробкой механика стоит 33 700, а с автоматом 35 с небольшим. И вот за эти деньги человек, купивший Subaru Legacy в Tokyo Motors, получает максимум автомобиля за минимум денег. Что же касается Impreza. За 28 330 долларов. То в преддверии 8 марта авторы передачи «Автостоп» вместе с Tokyo Motors хотели бы за рулем этого автомобиля видеть, разумеется, девушку. Такую спортивную, знаете, симпатичную. Кто-то может пожаловаться, что вот для девушки механка это не очень хорошо. А мы не согласимся. Здесь есть такая противооткатная система. И, в общем-то, вы ее видели в действии, а теперь мы протестируем и немножко сравним. В роли, как говорится, два автомобиля от Tokyo Motors. Спортивные автомобили о Legacy и Impreza никак не откажешь в спортивности. Обязательно имеют острое рулевое управление. Но это обычно отрицательно сказывается на маневренности. Но и тут инженерам Fuji Heavy Industries удалось сохранить паритет между этими двумя параметрами. Причем более спортивная, хотя и более маленькая Impreza имеет все же меньший радиус разворота. И несмотря на небольшой проигрыш Legacy, обе машины с точки зрения маневренности на высоте. А теперь самое интересное. Раскрываем секрет надежности подвески Subaru Impreza. И скажем, автомобиль основательно подкован, потому что опирается на рычаги из кованого алюминия. Очень легкие и очень прочные. Которые, в свою очередь, крепятся на подрамник. Кстати, подрамники здесь и спереди, и сзади. Плюс стабилизаторы поперечной устойчивости. Что-то более крепкое и надежное придумать, по-моему, очень сложно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...